Здравствуйте, я Андрей Скоробогатов, это программа Днями. Сегодня мы поговорим о пище духовной, но не забудем и о повседневности. Есть внешняя оболочка, а есть еще внутренняя энергия. Что общего между душой и аккумулятором мобильника? История от митрополита Павла, патриаршего экзарха «Всея Беларуси». У нее была радиоточка, была какая-то жизнь, она хоть слышала человеческий голос. Провода для радио обрежут, а где взять приемник? Мы живем в Беларуси и белорусы, и должны ведать свою родную голову. Белорусские пятницы в детском саду. Это очень сложная работа, всегда очень жарко, достаточно стрессовая работа. Настоящий мужчина должен уметь готовить. Весна в Климовичах будет яркой и красивой, и я обязательно ее нарисую. Открытая краски юных климовических художников. Одно из самых значительных событий на Могилевщине в минувшей неделе – визит митрополита Минского и Слуцкого патриаршего экзарха «Всея Беларуси» Павла. Владыка осветил храм в честь царственных страста терпцев, новомучеников и исповедников церкви русской в Могилеве. Встретился с духовенством, молодежью и журналистами. Митрополит Павел дал эксклюзивное интервью журналистам телерадиокомпании «Могилев» и рассказал о вере в современном мире. Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что на белорусской земле я в Могилеве осветил первый храм. Точнее сказать, я совершил чин освящения, Господь осветил этот храм. Господь неспосылает свою благодать, а мы являемся его орудием. Мы совершаем вот эти внешние знаки, которые свидетельствуют о том, что Господь неспосылает свою божественную благодать. Так что для меня это очень приятно. Конечно, мне было очень приятно увидеть очень много таких добрых, улыбающихся лиц, которые пришли помолиться. Я давал, когда людям крест целовать, то многие подходили и говорят, а мы вас знаем, а мы вас знаем. Я говорю, откуда вы меня знаете, где мы с вами виделись или познакомились. Они говорят, а мы вас по Союзу, по телевизору смотрим. Так что, знаете, вот оказалось, видите, какой мир узкий, что, оказывается, можно друг друга видеть, знать, даже не имея вот такого общения близкого. Мы питаем свое тело каждый день, а иногда и три-четыре раза в день. А как питать душу? Так вот церковь и говорит, друзья мои, душа питается через наше общение с Богом в молитве. С особой силой, особой благодатной силой подается, и такая пища для души подается во время богослужений. Поэтому приходите и молитесь. Точно так же, как я иногда, особенно молодым говорю, у каждого, наверное, сегодня есть мобильный телефон, правда? А, друзья мои, а вот давайте пользоваться телефоном и не подзаряжать. Что будет с ним? Да он умрет, как мне сказал один мальчишка. Да он умрет, он не будет работать. Да, я говорю, правильно ты сказал. Так вот, вы знаете, вот этот аккумулятор мобильного телефона, так же, как и другие аккумуляторы и батареи, они созданы по нашему принципу, по-человеческому. Есть внешняя оболочка, а есть еще внутренняя энергия. Так вот и человек имеет вот такую внешнюю оболочку, а в нем еще есть душа, и в ней еще внутренняя энергия. Ее надо каждую неделю подзаряжать. А православные христиане и каждый день, утром и вечером обращаются к Богу в молитве. Вот это тоже общение, это тоже духовная подзарядка. Вы знаете, у меня однажды была такая встреча, она была очень интересная, в Нью-Йорке, так сказать, было, на нашем приходе, в соборном храме, в честь святителя Николая. Одна из наших прихожанок, такая прям, знаете, активная была, как она эту молодежь гоняла там прям, понимаете, вот я ей как-то говорю, слушайте, Александра, а почему вы так вот на молодежь ополчились-то, что вы вот? Она говорит, ну сколько же можно накрашивать губы, а что это такое, понимаете, в брюках ходят. Я говорю, скажите, Александра, а как давно вы ходите в храм? Она говорит, да я уже лет 7-8 хожу в храм. Я говорю, а до этого вы не ходили в храм? Нет, я не ходила. Я говорю, скажите, а вот вы сейчас губы красите? Что вы? Нет, конечно. Я говорю, а когда вы перестали губы красить? Она говорит, ну вот как стало в храм ходить, так вот и перестала. Я говорю, слушайте, ну вы же раньше красили-красили. Ну зачем же вы вот молодежь-то ругаете? Ну придет время, вы посмотрите, вы дожили почти до 60 лет, и только вот сейчас перестали красить. Ну дайте этим девчонкам дожить тоже до 60 лет, они потом тоже перестанут красить. Ну зачем вы вот так навязываете, если это хорошо, зачем вы так навязываете? Надо набраться терпимости, нет у нас этой терпимости, нет у нас, к сожалению, снисходительности. Ну разве в этом дело? Ну что, разве накрасил человек губы, и что теперь Господь с ним не будет общаться? Да нет же, конечно, друзья мои. Да будет. Главное, чтобы у нас было сердце сокрушенное, смиренное. Вот это Господь не уничижит. Поэтому я искренне хочу пожелать, чтобы каждый из нас, обращаясь к Богу, верил. Верил, Господи, я верю. Может быть, я маловерный. Может быть, у меня какие-то есть недостатки. И может быть, я недостойный. Но я хочу, Господи, чтобы Ты действительно меня слышал, чтобы Ты мне помогал, чтобы Ты меня спасал. Если будет такое отношение у людей, то вот это чрезвычайно важно. Так вот, нам надо ходить в храм и просить у Бога благословения. Но если даже нет возможности очень часто ходить, то все равно желательно подзаряжаться. Приходите подзаряжаться этой божественной благодатью. 21-го лютого – Международный день родной мовы. Есть разное меркование про стан белорусской мовы. Но модная реклама лучше по-белорусски. По-вот ли опошнях о перепису насильництва, у Могилевской области, к крыту более за 60% же хоров называют белорусскую мову родной. Но разговаривают на ней значительно менее. Поширость уживания родной мовы выросшили у дитяшем садку Рамонак города Климовича. И там реализовали слушную и текавую идею. Кожний тыдень, звучайно, у пятницу, объявляется День белорусской мовы. И для детей, и для дорослых. Таким чином у садку Рамонак имкнутся выхавать у малых повагу до своей краины и ее культуры. Илона Иванова побывала у Климовича. У дитяшем садку Рамонак города Климовича Белорусский день. Кожную пятницу тут учить, проветание и добрые ранницы. У Международный день о родной мове выховальницы и малые подрафтовали целую программу по белорусскому. Никита, Никита, так и это Никита. Я белорус. Я народился в этой казачной земле. Диме шлясов и пущу деких, а веку пращу жалит. Пакуль гэта яшчэгульня. Бо у своим, а вельмя малым взросте, гучных слов прародную мову, якую треба захавать, малые яшчэ не разумеют и не усведамляют. Але гэта отбудзется с тягом часу. У музейным покоя показывают стародавние речи. Например, спарыш, для доброй ежи селяну поле. Але натурально, что детям наибожь подобаются цацки. Можете взять, поглядеть и посвистеть. Вось. И да, можете посвистеть на такую дочку. Любой, посвистите. Але тепер после занятка у кампот с печеньем тое, что треба. Ой, дети, смашляю вам? Да! Давайте. У дитяшим садку расповедаю, что спочатку малые успрымали белорусские слова, як целком замежны. Але тепер уже шматчаму навучилися. И могут у гэтым переконать без адрива от печенья. Добрые ранницы. Так, я ще. Хлопчики. Хто такие хлопчики? То есть мужчины. До побачения. Ну, до побачения. Для того, как усвятить себя с правным белорусом, треба разговаривать, треба ведать, любить свою правную мову и користаться ее. Все, не будем с вами малевать. Платье. Я вместе с детьми тоже учу белорусскую мову. И считаю, что для них это хорошо начинать с маленького возраста. Детки, а зараз мы с вами робим коло. Давайте, зробим коло. Корысть от инициативы дитяших осадка рамонок выявится только просколько год, когда же это и детки подрастут. Ведаем гэту гульню. Зайки шарусенькие. И навыд, когда я не будуць размавлять по белорусску, будуць обовязково разуметь и шановать свою родную мову. До побачения. В Международный день родного языка мы выбрали цитату на русском. Уж очень уместно и точно сказал как-то именно русский писатель и журналист. Рассказы Сергея Довлатова читаются с любого места. И вы не можете остановиться, пока не прочтете все. Он сам родился в Уфе, жил в Ленинграде, работал в Таллине, умер в Нью-Йорке. Довлатов эмигрировал из Советского Союза, а теперь его произведения есть в школьном списке литературы в России. И именно Сергей Довлатов написал о родном языке. Язык не может быть плохим или хорошим. Ведь язык это то зеркало, то самое зеркало, на которое глупо пенять. По-моему, лучше не скажешь. Проводное радио уходит из нашей жизни. Впрочем, многие из горожан раньше лишь оплачивали в жировках почти символическую сумму за пользование радиоточкой. Другое дело село. Могилевский филиал Белтелекома обслуживает 141 тысячу радиоточек за исключением областного центра. Говорят, что все они в перспективе будут ликвидированы. Деревенские жители совсем не приветствуют такие перемены. Что взамен? На проводное радио прощальный взгляд бросил Андрей Ястребов. Татьяна Арсеновна живет в деревне Боровка под Быховым вот уже 17 лет. Одним недовольна. Радио в деревне замолчало. Уже полгода, наверное. Провода срезали во время замены линии электропередачи в деревне, а восстанавливать отказываются. Единственный способ скоротать зимние долгие вечера для пенсионерки – наведаться к соседке. Вы проходите, проходите. Мария Петровна без радио жить вообще не может, поэтому с очередной пенсии купила приемник. Сто шестьдесят три тысячи и полтора месяца тому назад. А зачем купили? От того, что без радио я не могу. Да. Для пенсионеров радио – это целый мир. Так говорит местный социальный работник Валентина, которая направляется к одинокой старушке. У нее сломался телевизор. Телевизор старенький, черно-белый. Она вообще одна, день и ночь. И вы представьте, если бы у нее говорила это радио, она где-то песню услышала, где-то речь человеческую, где-то новость какую-то. Вот поймите, это же очень важно. Таких людей вычеркивать из жизни нельзя, считает диктор радио Могилев Олег Хлыстов. На радио пишут много, в редакцию приходят письма, и что не адресат – деревенский житель. Здравствуйте, дорогая редакция передачи «От сердца к сердцу», ее ведущий. Читаем письмо из почтового отделения Никодовича Быховского района от Калеевой Нины Варфоломеевны. Именно они, сельские жители, были и остаются основными слушателями проводного радио. Так почему же срезают в деревнях провода, раз проводное радио настолько популярно? С этим вопросом мы обратились в организацию, которая за них отвечает. На сегодняшний день эта отрасль себя, она не окупает, она не рентабельна, и рентабельность ее очень низкая, с минусами, большими минусами. Поэтому экономически тоже нецелесообразно ее содержать, то есть нужно менять сегодня вообще все. Но свет в конце тоннеля все же забрежил. В Белтелекоме сообщили всех, кого лишили возможности слушать проводное радио, до конца года обеспечат приемниками. Их обещают бесплатно предоставить инвалидам по зрению, остальным предложат купить, можно и в рассрочку. Средняя цена 160 тысяч рублей. Но в продажу пока они не поступали. Радио сохраняет популярность в эпоху плееров. Кино не убило живописи, а телевидение, театр и книги живы наперекор интернету. Что уж говорить, если сейчас писк женской моды, сумочки в виде бумажных томиков и парфюм с запахом новых книг. И снова стала актуальна фраза «Книга – лучший подарок». Елена Соловьева поинтересовалась, какой литературе отдают предпочтение в библиотеках Могилевщины. И вот наш любительский топ-книг. На выставке в фойе Могилевской центральной городской библиотеки представлены самые актуальные книжные новинки. Но мы решили начать с самой большой сенсации, которая тянет на первое место в топ, но только старинных книг. Часовник на старославянском языке передали библиотеке в дар. Она сохранилась в очень хорошем состоянии, несмотря на то, что на самом деле очень много лет. И деревянный оклад сохранился, и ее кожаный переплет, страницы в принципе все в целости. Дата издания неизвестна, но на полях сохранились пометки, по которым можно проследить жизнь поколений семьи. Одна из записей датирована 16 марта 1888 года. Время было очень теплое, дни были красивые. Очень скоро можно будет сравнить погоду через 126 лет. А уже сейчас мы сравнили состояние старинной книги с современными бестселлерами. Не в пользу последних. Говорят, сколько не ремонтировали книги Акунина в мягкой обложке, не помогает. Они разваливаются, но их упорно продолжают брать и читать. А на вершине топ книг Могилева наша землячка, уроженка Белынич, Наталья Батракова. Своё оно роднее к душе, к телу. Когда ты понимаешь, что пишут о вещах, о предметах, о улицах, может быть, даже о людях, с которыми ты общаешься в повседневной жизни, конечно, это намного проще воспринимается, и поэтому так популярно. Сейчас наиболее востребована литература для отдыха. После тяжелого трудового дня философские рассуждения идут не всем. Просто хочется завалиться на диван с томиком приятного чтива. В Дрибинской районной библиотеке чтят местных авторов и читают их, как говорят, с большим удовольствием. Но в Дрибинский топ-книг попал и тот же Акунин, и бразильский писатель Пауло Коэльо с мировым бестселлером «Книгой алхимик». Она рассказывает о смысле жизни, даёт какие-то советы молодому поколению, и она такая очень реалистичная и настроена на хорошее, на положительный лад. Однако в районной библиотеке мудро полагают, что каждому читателю своя книга и готовы удовлетворить самые взыскательные запросы. Любите книги, и пусть это старомодно, но всегда взаимно. Интонация недели чисто мужская. 23 февраля, День защитника Отечества. Дорогие женщины, вы можете сказать нам всё, что о нас думаете. Всё хорошее, что у вас накопилось. Конечно, настоящий мужчина в идеале должен быть не только защитником, но и уметь ещё много чего. Список велик. В честь мужского праздника мой друг и коллега Юрий Прокопенко задался целью стать идеальным и решил начать с кухни. Отличный подарок на День защитника Отечества – благодарность дамы сердца. А почему бы не удивить нестандартным ходом? Например, приготовить самолично вкуснейший ужин. Вот это будет сюрприз. Потом на 8 марта можно не напрягаться. Так что меняем традиции. Это буквально одна минута. Не всё так просто. Постанёте действительно вкусное и достаточно простое блюдо. Но если вы запомнили рецепт, смотрите нас в интернете. Наша цифра недели – 504 600. Это в людях. Именно столько мужчин живёт в Могилёвской области. Нас меньше, чем женщин, хотя и не намного. Нас почти 47% от общей численности населения. Но в Беларуси только три города, где мужчин больше, чем женщин. И все они находятся у нас. Это Шклов, Кличев и Горки. Вот где, наверное, женское счастье. И ещё одна немаловажная деталь. Три четверти мужчин живут в городах и посёлках городского типа. То есть мы – мужчины, городские ребята. Программа «Днями» продолжает тему мужского праздника 23 февраля в Горках. Кто такой настоящий мужчина? Наш опрос проходит в Академгородке. Вы в своей жизни встретили настоящего мужчину? Пока ещё нет, но думаю, он ещё скоро будет. Достойный, мужественный. Он физически силён, ну и умный. Что важно для настоящего мужчины? Внешность, характер либо деньги? Характер. Тогда всё остальное будет. Брать не буду. Первое – это внешность. Самым некрасивым мужчине может где-то быть ядерная бомба. Добрый, семейственный. Жалеть свою жену. Уверен в себе и чтобы он нравился. Деньги. Деньги всегда можно заработать. Настоящий мужчина – это мой муж. Заботливый, нежный, не знаю, постоянно дарящий нам цветы. Надёжный, на который можно положиться во всём. Кто из вас встретил в своей жизни настоящего мужчину? Все. Даже два раза. Ну вообще, да, встречали, но не заняты все. Вот, настоящий мужчина. Доброго всего мужчинам и спасибо, что вы есть. У всех благ. И найти саму свою единственную. Больше доверия к девушкам. Уважение. Поздравляем! Дорогие друзья, может быть мы, мужчины, и не очень идеальные, но всё же самые настоящие. Всех с праздником. Николай Команцев, программа «Днями». И снова ночью мокрый снег, и снова оттепель с утра. В ожидании весны посмотрите на яркие солнечные рисунки воспитанников Климерской детской школы изобразительных искусств. Их работа отличает особый стиль и открытые цвета. Творчество юных художников неизменно высоко оценивают на международных конкурсах. Но главное, эти рисунки радуют глаз и поднимают настроение. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Что нам готовят следующая неделя? Закрытие Олимпийских игр в Сочи. На Олимпиаде порадовали наши спортсмены и болельщики. Тоже белорусский флаг на трибунах в Сочи с надписью «Бобруйск» обошёл все телеканалы мира. А ещё будет Масленичная неделя православных христиан, гусиный праздник в Костяковичском районе. И много других событий, больших и маленьких, планетарных и местных. А ещё один мой украинский друг написал в своём блоге. «Украина, опомнись! Спаси свой народ и своё единство! Храни тебя Бог!» Тотшевская группа днями желает мужчинам спокойствия, потому что лучший бой тот, который не начинался. Будьте здоровы! До встречи в эфире!